Право русских называть украинцев хохлами. Пей хохлов, спасай Россию. Привет, вам не послышалось. Да, да, произошло то, что мы в принципе прогнозировали. Программа 60 минут ненависти к Украине очередной раз пробили дно. Сейчас они требуют, чтобы Facebook и другие социальные сети не банили за то, что они используют такое определение в адрес украинцев. Ведь видите ли, для этого большого белого русского человека, президента Российской Федерации и дальше вниз по пропагандистской вертикали, это же мучение сказать украинцы. Вот помните, Путин был во Владивостоке, он говорил, что эти гигантские территории осваивали малоросы. Нет, не украинцы. Об этом поговорим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент у него на Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. На самом-то деле, вот за этой, за этой с виду смешной темой стоят грандиозные планы российской внешней и внутренней политики. Поставить под контроль или приручить, подчинить себе американские IT-гиганты. Нас это вопрос, даже не принципов, это вопрос национальной безопасности. Называть украинцев вот этим вот нехорошим словом. Заставить западные платформы выполнять наши требования. Именно вот в этом суть. Не просто так западные гиганты дрогнули во время избирательной кампании и снесли это умное, умное голосование Алексея Навального в, соответственно, в гугле и в других сторах. Там же, почему я вот показываю, что оно условно умное. Потому что они в основном топили голосовать за кого? За КПРФ, за коммуняк. Российские либералы топили за коммуняк. А теперь прилепенцы и коммуняки думают о том, как бы им объединиться в новом составе Госдумы. Конечно, они ни на что не повлияют, но факт остается фактом. Понимаете, что условная российская оппозиция агитировала голосовать за тех, кто поддерживает и ведет войну с Украиной. При этом москалей москалями называть можно, никого не блокируют. Я же об этом и говорю, потому что слово москаль, видимо, не входит в список ключевых слов, по которым нужно блокировать те или иные аккаунты. На самом-то деле за это тоже блокируют, просто Оля не знает. Ее нет на Фейсбуке, по крайней мере, под своим именем. Последнее, что я читал у нее в социальных сетях, это был Инстаграм, и она поздравляла своего мужа с победой на выборах в Государственную Думу. И теперь она будет одна нести это тяжкое бремя борьбы за право россиян, называть нас вот этим нехорошим словом. Хотя, конечно же, это прямая связка, я бы сказал, это симбиоз. Российская пропаганда и Госдума. Вот мы видим, как они работают в связке, в паре. Ну, дальше додумайте сами. У нас открытая дискуссия в комментариях. Но, тем не менее, абсолютно правильно. Это чистая политическая цензура, которую, например, я сталкивался многоажды. А сделать с этим только что... Дошли наши отношения с украинскими братьями, если хохол кому-то кажется жутко обидным. В части обидно или не обидно, нужно смотреть на что? На твоего собеседника. Если ему неприятно и недопустимо слышать в свой адрес такие слова, и если ты с ним хочешь каким-то образом наладить контакты, отношения, просто провести конструктивные диалоги, то нужно слушать человека напротив тебя. Но здесь о конструктивности и желании наладить какие-то контакты речь не идет. Это же программа «60 минут ненависти». Я вам хочу сказать, что, допустим, мои казахские друзья, они часто используют вот это вот слово. И они действительно не понимают, не понимали. Или грузины, например, что так лучше не общаться. И я всем объясняю, что, ребята, вы же не должны уподобляться на россиянам. Это первое. Во-вторых, если вы хотите, чтобы вас слышали в Украине, то не надо вот так вот приезжать в Киев, допустим, прилетать из Тбилиси. И говорить, ну что, привет, Хохляндия. Почему? Ну, во-первых, нет такой страны. Во-вторых, вы же приехали для того, чтобы хорошо провести время и получить массу позитивных эмоций. И чтобы все это произошло, нужно фильтровать базар. А его нужно фильтровать все время. Но нет, эту программу, конечно же, это не касается. А вообще информационный повод для того, чтобы обсуждать, кто там кому, кем является, возник не на пустом месте. Да, наши российские коллеги, коллеги. Талантливый. Русский тренер по фамилии Хохлов судится с американской компанией Facebook. Спортсмен считает, что компания ущемляет его права, а именно трактует его фамилию Хохлов как язык вражды по отношению к украинцам. И поэтому они требуют возможности на американских платформах таким образом называть всех украинцев. Где логика, где Оля, где Госдума. Да, все вы прекрасно понимаете. Хотя, когда вот говорят, что за фамилию банят, это вполне возможно. Но мой опыт работы или присутствия в том же Facebook говорит следующее. Что если у тебя такая звучная фамилия, ради Бога, то как нужно сделать так, чтобы тебя не банили? Нужно верифицировать себя. Вот я когда получал вот галочку в Facebook, а у меня, кстати, на страничке 50 тысяч подписчиков, то есть это верифицированная страница, это значит, что это точно писал Роман Сембалюк, ваш любимый блогер. Кстати, подписывайтесь на меня, не обязательно в Facebook, можно прямо вот здесь в YouTube и ставьте колокольчик. Вот, так, чтобы получить вот эту галочку в Facebook, то я отправил в службу поддержки свой паспорт. Да, все, за бородой они посмотрели, фамилия, фотографии, и все решилось. Причем банят не только его самого Хохлова, но и его друзей и подписчиков, когда те упоминают Хохлова в своих комментариях. Ужас. Ужас, цензура просто страшная. Так вот, тренер Хохлов в прошлом, игрок сборной, он же, ну, наверное, классный парень, классный спортсмен, я не знаю. Но вот тут, видите ли, они делают вид, что не понимают, что хотят использовать это слово, отвратительное, как мне кажется, и недопустимое в современном лексиконе. Для чего? Для пропаганды войны. Компании объяснили, что слово Хохол подпадает под такие выражения, как, например, ниггер. При этом американская компания почему-то допускает использование слов московит, ватник или кацап. Допускает, я не уверен. Но если это так, связано это с чем? Правильно. Если вот россиянам вышеперечисленные определения нравится и они не жалуются на них, то, соответственно, YouTube их не блокирует. Потому что там же устроен четкий алгоритм. Если начинают идти жалобы на какое-то слово, то, соответственно, его вносят в соответствующий список. А если, как говорит Оля, этого не происходит, значит, им это нравится. Не знаю. Ну, думаю, что в программе 60 минут так ненависти к Украине они просто врут. Да, потому что... Потому что врут. Дерзкая обложка довольно забавная советского спорта. От 8 октября 99-го года перед игрой между сборными России и как раз Украины. Может быть, тогда, много лет назад, это кому-то казалось забавным. Но слишком многое изменилось с тех пор. И особенно после 2014 года. Теперь бей украинцев. А именно об этом идет речь. Спасай Россию. Они же здесь говорят абсолютно серьезно. И рассматривают вот это вот бей украинцев в каком? Военном ключе. Рассказывают о том, что как нас там надо изгнать из Украины. И мы на этом канале достаточно много уделяли внимание вот таким вот опциям. В отборе на чемпионат Евро 2000 пей Хохлов, спасай Россию. Заголовок согласовали с самим Хохловым. И позже он сфотографировался с этой газетой. Посмотрите на счастливое лицо. На счастливое просто кайфующее лицо Оли. Бей, спасай Россию. Ну конечно же за это могут дать орден. Ну конечно первая награда будет из Госдумы потому что Оли теперь там блаты. Ну а дальше вполне возможно что и сам человек который скучает в бункере и очевидно чтобы было не так грустно включает вот эти вот программули скажет да это то что я хотел один народ. Мы выставили там сто с лишним миллионов но больше даже упор делаем на то чтобы это вернулось все в нормальное русло. Вы же понимаете больше с Украиной наверное это связано потому что фамилия такая звучная. А это сам тренер Хохлов он кажется кое-что подозревает что это с Украиной связано а не с ним. свои рекомендации я уже дал каким образом зафиксировать свой аккаунт просто отправляешь службу поддержки ксерокопию паспорта или фотокопию это просто ну вот они вот судятся и вот это самое интересное они судятся в российском суде против фейсбука чтобы стянуть с американской корпорации деньги а если это не получится сделать если фейсбук проигнорирует то что будет дальше действует российское законодательство по замедлению трафику трафика и возможному блокированию об этом весь сыр бор на самом-то деле дело не в том что вот они тут смеются то есть это два отдельных сюжета унижать Украину и украинцев это первый сюжет а второй то что я вам говорил разобраться с американскими корпорациями потому что они хотят чтобы американские корпорации прогнулись под них и они могли там творить все что они хотят то есть вообще я же вам вчера говорил что на Роскомнадзор они вообще создают реестр социальных сетей и вот я думаю если им не понравится то что например я говорю на своем ютуб канале то они могут потребовать удалить или видео или канал ну или запретить его на территории России пока не запретили конечно же нужно подписываться но факт остается фактом они нервничают здесь в России им так хочется бить и спасать Россию а для этого нужно монополия на информацию а вот ютуб фейсбук и другие там эти гиганты тот же инстаграм или твиттер они мешают этому прекрасному процессу вот эти всякие западные платформы они у них крыш сорвало они сумасшедшие да они готовы показывать спирями в заднице этих радужных ребят которые бегают по центру Киева когда на Донбассе кровь льется и воспевать их но стоит фамилию появиться они начинают блокировать они хотят чтобы им никто не мешал лить кровь на Донбассе и им не нравится гей-парад или что там на Спрайт был в Киеве ребята давайте жить дружно вы занимаетесь своей страной и я думаю что мы сами разберемся я например как человек уверенный в себе гей-парадом отношусь позитивно я рассматриваю это как маскарад и человек который туда пойдет он не станет ни геем ни лесбиянком ни лесбиянкой если он не является таким до этого я в этом убежден но видите все равно все сводится к чему надо транслировать на американских платформах что украинцы убивают детей на Донбассе а в Киеве гей-парад поэтому YouTube нужно подчинить Кремлю агрессор украинцы жертва хохлы в целом они не понимают что мы действительно один народ и хохлов это нормальная русская фамилия вполне возможно как и Иванов единственное да мы действительно не понимаем вот это ваше фанатичное желание быть с нами одним народом мне что-то подсказывает что после опять же 14-го года это на Рубикон границы просто брезгуют и действительно их оскорбляет вот это вот когда вот эти вот товарищи пытаются каким-то образом примазаться пристроиться к нам сказать что мы вот что там один народ у нас общая тысячелетняя история ничего подобного слушайте сюда внимательно как говорил наш великий президент Украины Владимир Зеленский и это факт нет не в плане того что он великий можем дискутировать это же Украина свободная страна а в том что он говорил что у нас и тысячу лет назад был трезубец и гривня и сейчас а эти вот товарищи и Владимир Путин тут рассказывают про Анну Русскую Макрону ну когда-то мы об этом говорили у меня у моего аккаунта в фейсбуке почти 50 тысяч подписчиков я тем не менее выступаю за ужесточение требований и обеспечение выполнения западными платформами социальными требований российского законодательства нужно то есть их нужно штрафовать замедлять трафик и вот это уже о глобальной информационной безопасности а Игорь Коротченко ну как свойственно представителей и друзей команды 60 60 минут ненависти к Украине на трын дел потому что у него не 50 тысяч а 43 я просто посмотрел про подписчиков но вот такие у них тут расклады пишите в комментариях что думаете по поводу этого сюра пишите в комментариях что вы думаете по поводу бить украинцев спасать Россию ну и конечно же подписывайтесь на мой ютуб канал называем здесь вещи своими именами российские войска информационные российскими информационными войсками и здесь в предмете который мы сегодня рассмотрели ничего смешного нет все об этом прекрасно понимают в конечном итоге все сводится к войне и это язык войны это пропаганда войны отдельное спасибо моим дорогим патронам моим любимым патронесам за поддержку канала на платформе патреон welcome как говорят у нас в Украине и у нас же там что говорят что второй язык будет английский ну вот нужно начинать чао